...от отравляющего газа части отряды правого сектора, несколько сотен человек, переодетые в военную форму внутренних войск, находились в оцеплении 200 человек вооруженных автоматами возле Горисполкома. Утром горожане безоружные с ними вели разговоры. Некоторые из них это подтверждает, что они состоят в правом секторе, что они будут выполнять любые приказы, которые даст им киевская власть. Но под воздействием людей, которые прибывали, прибывали и не боялись, что эти правосекторы вооруженные, они потом покинули район Горисполкома, переместились куда-то в другую часть города. При этом, как это уже часто бывало, исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков утверждает, прямо противоположное, он говорит, что Мариуполь полностью под контролем военных. Главу МВД цитирует официальный сайт ведомства. В Донецке группа вооруженных людей в бронежилетах и камуфляже, по всей видимости, ополченцы захватили военное училище, чтобы помешать проведению силовой операции в регионе. Об этом сообщают некоторые украинские СМИ. Теперь бойцы планируют новый штурм, на этот раз в воинской части, как они говорят, чтобы помешать военным участвовать в карательной операции против мирных жителей. Дорога возле въезда в часть уже заблокирована КАМАЗом. Сотрудники милиции говорят, что в курсе происходящего. По неподтвержденным данным, на территории части хранится большое количество оружия еще с советских времен. В Одессе сегодня хоронят еще пятерых погибших во время массовых беспорядков 2 мая. В больницах города остаются больше 60 пострадавших в этот день при пожаре в Доме профсоюзов. Примерно треть из них в тяжелом состоянии. Погибли, по официальным данным, 46 человек. Еще полсотни числятся пропавшими без вести. Многие украинские политики в связи с этим отмечают власти намеренно, занижают цифры и на самом деле жертв, по их мнению, больше сотни. Новый губернатор Одесской области, которого назначили накануне, пообещал наказать всех виновных вне зависимости от политической принадлежности. Те, кто выжил при пожаре в Одесском Доме профсоюзов, говорят о бездействии милиции, о ядовитом газе, который распыляли в здании, а еще о том, что многим сейчас нужна помощь не только врачей, но и психологов. Насколько сильным был шок от увиденного? Николай Соколов продолжит. Таких видеооткровений в интернете становится все больше. За свои рассказы они готовы отвечать перед законом. Это жительница Одессы, среди немногих уцелевших в геноциде 2 мая в кабинетах. Он был в заранее подготовленных емкостях. От этого химического вещества наступала мгновенная смерть. Мы заберегазировались холодильником, шкафами, столами, там еще чем-то. Они нам начали, там у нас пластиковая дверь была, они эту пластиковую дверь вырвали, и получилась дырка. Они в эту дырку вкинули светошимовую гранату нам раз, потом они какой-то, я не знаю, где-то чем-то они нас там шикали, каким-то белым газом, я не знаю. Не щадили никого. Среди погибших оказались и медицинские сестры, которые пытались оказать помощь умиравшим на этажах. Одной из их коллег выжить удалось. Я не выдержала, говорю, ребята, не надо, вы же люди. И один меня так за руку хватает. Ну, я была в медицинской маске, у нас были специальные для, ну, как для медсакционалов, у нас специальные сети, я видела вас. Вот, то есть видно было, что медработица. Свидетели поджога Дома профсоюзов стрельбы и пыток рассказывают, что когда выбегали из здания, то стоявшие рядом сотрудники правоохранительных органов ничего не делали. Просто наблюдали, как мирные жители города, которых они должны защищать, умирали, выбрасываясь из окон полыхающего ада. Судя по всему, у милиции был приказ не помогать. У нас нету приказа. Я говорю, какой приказ вы будете ждать? Их же убьют, там будут тропы, потому что трупов будете ждать. Это не к нам, у нас нету приказа. А это уже кадры в одной из больниц Одессы. Отделение интенсивной терапии. Мужчина просит не называть фамилии и имени. Все доказательства налицо. Он выжил, выпрыгнув из окна на землю. Дальше его стали забивать палками. Выкинулся с этажа, потому что было сильно горячо. Горячо, так горячо, что начало все плавится. Выжившим еще предстоит длительный курс реабилитации. Не только в больнице, но и курс психологической помощи. После увиденного проходить спокойно мимо здания Дома профсоюзов вряд ли они когда-нибудь смогут. Николай Соколов, Вести. Вблизи Славянского, поселка Андреевка, военные открыли огонь. Жители села встали на дороге, пытались не пустить в город новую армейскую колонну. А возле одного из блокпостов силовики обстреляли группу журналистов российского телеканала Life News. Им пришлось буквально бежать с места съемки под минометным огнем. Никто, к счастью, не пострадал. Что касается информации о вооруженном столкновении у телевышки в пригороде, она не подтвердилась. Этот район по-прежнему под контролем силовиков. Вся последняя информация о ситуации в Славянске у Евгения Подубного. Информация о том, что за телевышку сегодня шел бой, не подтвердилась. Действительно, там не было сегодня столкновений. Напротив, столкновение зафиксировано около населенного пункта Андреевка. И там силовики, которые подчиняются новым киевским властям, применили миномет. Известно, по крайней мере, о двух залпах из минометов. Пока данных о пострадавших и погибших в районе Андреевки не поступало. Известно только, что, возможно, есть пострадавшие и среди мирного населения. Мы будем проверять эту информацию. Действительно, сегодня раздалась стрельба в районе населенного пункта Андреевка. Он стал известен после того, как там несколько дней назад десантные подразделения и силы Национальной Гвардии открыли огонь по безоружным людям, которые пытались блокировать колонну бронетехники, не пропустить ее в Славянск. Вот сегодня там бои возобновились. И действительно, украинская армия ранее не применяла минометы. Теперь понятно, что в ход пошло и это тяжелое вооружение. Пока неизвестен калибр, который используют силовики, подчиняющиеся приказам из Киева. Ну вот сегодня в очередной раз в центре города прощались с жертвами противостояния. Хоронили как бойцов народного ополчения, которые погибли с оружием в руках, воюя за свои убеждения, так и мирных жителей, которые оказались случайными жертвами действий украинских силовиков. На площади собрались уже традиционно люди, которые пришли проститься с погибшими. Также сегодня хоронили Ирину Шептенко. Это 30-летняя девушка, которая погибла на собственном балконе. Снайпер попал ей в голову. По крайней мере, так утверждают ее родители, пока они с журналистами не общаются по понятным причинам. Вот люди, которые пришли на площадь, сегодня общались с журналистами и вновь говорили о том, что они не террористы и поддерживают бойцов народного ополчения, которых считают защитниками города. Родственники из Харькова звонят, говорят, да у вас там проплачено все. Я говорю, вы что, с ума посходили, елки-палки. Родственники говорят, что проплачено. Я говорю, что у нас деревья здесь валят, баррикады устраивают, кому это что проплачено. Люди поднялись, а проплате никакой тут разговор. А ребята гибнут, молодые ребята гибнут за нас, защищая наш славянский. Наш славянский защищает, гибнут. И матери плачут, и жены плачут, и дети плачут. А наше правительство, украинский гуманитарный коридор даже не сделали. Город из продуктов, фактически, не пускают, не выпускают. Голодом нас хотят заморить, не получится.